Всем привет! Я Винчестер. И вот настал этот день. Сейчас мы пойдём строить маяк. Игра Last Day. Поехали! Это странно, что пираты снова появились. Вроде бы я тут всё зачищал. Не забывайте подписываться и ставить палец вверх. Мой канал только благодаря вам начнёт набирать обороты. А следом за этим последует больше нового контента. Твою мать! Забыл принести каменные блоки. Ничего не поделаешь, придётся вернуться. Продолжаем начатое. Завершить. Ничего не изменилось. Кнопка слева пусть будет осмотреться. Подождём, пока заполнится шкала. Что у нас здесь? Опять ничего. Да что ж такое? Почему ничего не происходит? Кажется, я понял. Вы меня уж извините. Видать, мой мозг временами отключается. Давно не спал. Нужно, конечно, ещё починить генератор. Может, это было необязательно. И это тоже. Починить. Вообще, я не сторонник насилия, но дать сдачи святое. Оказывается, тут есть и матросы. И мичманы. И можно предположить, что где-нибудь прячется и капитан. А если пойти другим путём, то и кракен. Это сюда. Загружаем новые данные. Придётся снова сбегать на базу. Нужны мины, гранаты и так далее. Мёртвый остров. Находиться будет здесь. Мы на месте. Пока ничего необычного. Давайте осмотримся. Вот ради чего я возвращался домой. Буду на них заманивать мобов. Если бы я играл на телефоне, то в успехе был бы уверен. А на ПК мои руки ещё не адаптированы. Агрим на себя всех, кого видим, и ведём к мине. Взрыв был, но мой план провалился. Зажали черти. По-моему, это всё. Калаш. Мы не сдаёмся. Никому не советую так делать. Стреляю на панике. Выбрался. Это ещё свезло, что стенателя среди них не было. Если кто-то уже не первый раз сюда приходил, напишите о своей тактике в комменты. Поделитесь опытом. Мы с вами на одной стороне. Вроде пока всё. Это было опасно. Умирать на этой локации нельзя. Всё потеряете. Далее буду действовать по старинке. Нужно перевести дыхание. Теперь немного вернёмся назад. То есть поговорим о тех ресурсах, которые нужны, чтобы построить маяк. И сколько времени у вас это займёт. У меня лично ушло на это неделя. Но, как показывает практика, у многих один день. Я знаю, как у них это получилось, и меня такое не устраивает. Донат – это отдельная тема. И не будем о ней говорить. Для начала я вам расскажу, где и как я доставал все необходимые ресурсы. Вот это вообще не вовремя. И как быть, продолжаем начатое. Иначе всё, что было до этого сделано, отправится в корзину. Так и думал, что в нём шмот не найду. Это пещера. Именно в ней мы будем добывать титановую руду. И эта пещера. Получается всего их две. Без брони задача усложняется. Но это не значит, что её нельзя решить. Тем более, если остались мины. Поставим сюда. Их там довольно много. Нужно что-нибудь придумать. Не сработало. Я думал, они все сразу побегут. А если так? Как-то тоже ни о чём. Будем штурмовать. Жаль, что побольше оружия с собой не взял. Тут вроде всё. И путь к титановой руде открыт. Си-4. Этого добра у меня много. Шесть штук за один взрыв. Нельзя сказать, что это много. Требуется ручной бур. Он у меня есть. Вот только не с собой. Сегодня у меня плохо с собранностью. Осколки титановой брони чуть позже подниму. Осталась одна мина. Будем стараться ею правильно распорядиться. Ну, поехали. Их тут явно больше, чем было там. Не особо мне это помогло. Если вы решили тоже приходить с минами, то берите их гораздо больше, чем я. И ставьте не по одной, а хотя бы по две. Может, тогда это будет оправдано. Возвращаемся к тому разговору, когда у меня ещё был целый шмот. Ресурсы для маяка. Первое, это, конечно, цемент. Его очень нудно доставать, но не сложно, если у вас, конечно, есть катер. С другой стороны, не будь у вас катера, вы бы не нашли маяк. Туплю. Моё последнее оружие сломалось. Не дают рассказать вам про маяк. Переходим на кулачный бой. Собака устала. Кормить её нечем. Думаю, все звёзды пока ко мне благосклонны. Но хоть бледного убрал, остался только хищник. Будь у меня с собой хотя бы факел. Как я помню, вроде это эффективное оружие против данного моба. А я и забыл про гранаты. Это в корне меняет дело. Вроде появилась минутка для продолжения басни, маяк и ресурсы к нему. Мы остановились на цементе. Сначала нужно будет взять лопату и отправиться на песчаный карьер. После вернуться в порт и закинуть его в бетонную мешалку. Туда также надо добавить известняк, воды и боксид. Ждём час и готово. Нужно 100 мешков. За раз получается 3. Стекло, волокно и стекло. Это можно найти в канализации или по-другому в стоке. Другой вариант это крафтить самому. Опять же отправляемся в карьер, только вместо лопаты берём железную кирку и добываем себе кварц. Хищник пал. Продолжаем. После с помощью угля превращаем его в стекло, кварц. Ну а далее несём это снова в порт. Смешиваем с уже знакомым боксидом и закидываем в станок стекловолокна. Время ожидания 2 часа. Про стальную пластину, брус и каменный блок говорить не буду. И так всё ясно. А вот к боксиду давайте ещё вернёмся. Место нахождения – каменные горы. За один рейд можно получить около 5 штук. Можно на авто, за провиант. И вроде бы даже больше выпадет. Но не проверял. Повезло. Ведь я играю давно и на моей базе его было достаточно. На этом у меня всё. Тут оказывается я не один. Главное, чтобы не плюнул. Подписывайтесь и ставьте палец вверх. Кто это сюда поставил? До свидания.